Добрый день, друзья! С вами снова программа BITREX24 спрашивает, и я ее ведущий Юрий Николаев, директор по продажам компании 1S BITREX. В этой программе к нам приезжают предприниматели из разных городов России. Это компании, которые являются партнерами BITREX24 и получают возможность побеседовать с экспертом. Нашим экспертом является человек, который провел несколько тысяч часов стратегических сессий и помог большому количеству первых лиц, как крупных компаний, так и компаний из малого и среднего бизнеса провести стратегические изменения. С нами Филипп Гузеник. Филипп, рад вас приветствовать! Друзья, привет! Прежде чем мы пойдем в дискуссию, пожалуйста, подпишитесь на канал 1S BITREX24 до бизнеса, поставьте лайк этому видео и знайте, что в описании к нему есть книга о том, как создать и перезапустить отдел продаж. Может быть, очень полезно. Итак, мы начинаем. Поехали! Сегодня к нам в гости приехал предприниматель из города Череповец Дмитрий Гуленок, который создал и возглавляет компанию онлайн-сервис. Дмитрий, добро пожаловать в нашу передачу. Приветствую! Здрасте! Компания онлайн-сервис является разработчиком и интегратором с 10-летним этажем. Мы любим запускать сложные, трудоемкие проекты. В компании трудятся 10 сертифицированных специалистов, настоящих профессионалов своего дела. Главный офис находится в Череповце. Также имеем представительство в Санкт-Петербурге. Тема, о которой мы сегодня поговорим, это энергия команды. И это интересный момент, потому что, глядя на Дмитрия, у меня создается впечатление, что ты очень энергичный человек. Почему у тебя возник этот вопрос? Ты чувствуешь, не хватает энергии у кого-то другого, у твоих людей? Хотел начать с того, что да, мы команда амбициозных специалистов, решающие трудоемкие задачи ежедневно. И вот эта рутинная работа, наша просто рутинная работа, которая создает трудности, непонимание некоторых в коллективе с клиентами, она немножко такое напряжение создает. И вот самый главный вопрос, это как при повседневной работе, то при трудностях, при всех, сохранять позитивный настрой команды. Вот это самый главный вопрос, с которым я пришел. Можно я еще спрошу подробнее, а вот что является главными источниками напряжения или трудностей? Можешь про это подробнее? Напряжение и трудности создаются в ходе работы. Это общение с заказчиками, с трудными заказчиками. А что там происходит? Это какие-то конфликтные ситуации. Конфликтные ситуации внутри компании, разногласия между подразделениями. Перстальщики, дизайнеры, программисты, менеджеры. Бывают такие моменты напряженные, которые приходится разряжать, выводить на разговоры, общаться вместе. Хоть мы сидим все вместе, все равно вот такое как-то вот. Кто-то кому-то что-то неправильно сказал, да, соответственно. И вот приводит все к такой ситуации, что недопонимание так называемое. И создается небольшое напряжение из-за этого всего. Мы понимаем, это рутина, она съедает. Люди напряжены, нужно об этом всем общаться. Мы собираем собрание, начинаем общаться. Только так можно решить конфликтные ситуации, выводя на разговор наших сотрудников. Поэтому вот. Я почему спрашиваю? Потому что для каждой компании, каждой команды некая своя формула, свои ингредиенты в этом супе, как вот создать такую энергичную, плотную, мощную команду. Для кого-то это больше про работу с видением, с вектором, чтобы все понимали, куда мы идем. Для кого-то больше про такое, знаешь, выстраивание общих задач, чтобы было понятно, кто что делает, были понятные границы ответственности, и не возникало этих споров. Для кого-то это больше про в целом качество атмосферы в команде, про наличие такого теплого человеческого времени, где можно быть не в режиме. мы там работаем в рутине, а просто вот пообщаться и быть в контакте. Для кого-то это история про то, что важно научиться работать грамотно, качественно с конфликтами. Прям вот научиться, чтобы люди были системой, и процесс, как люди сами сшивают конфликт, не дергая постоянно первое лицо, чтобы иди разрули. Вот в какую сторону, как тебе кажется, куда важно пойти? Я считаю, нужно настраивать атмосферу. Именно атмосферу, чтобы создавался именно внутри команды позитивный настрой. Поэтому я часто провожу корпоративы по любому поводу. День рождения, конец месяца. Стараемся чаще просто шутить, общаться, как-то дружить. Выбираться на природу нужно. Я понимаю сейчас вот это. Мы пока еще этого не делали, но это нужно делать. Поиграть в футбол, в баскетбол. Вместе пожарить шашлыки. Надо к этому, ко всему приходить. Я это понимаю. То есть ты чувствуешь, этого пока не хватает? Это пока не хватает, да. Именно этого не хватает. Тоже скажу здесь, это крайне важная штука, что просто было много такого человеческого времени вместе. При этом, знаешь, что бывает? Когда ты даже это даешь людям, то люди начинают неформально дружить, а по рабочим вопросам все равно зарубаются. Особенно если клиенты сложные. Вот там возникают противоречия и конфликты. Ну мы стараемся, я стараюсь, по крайней мере, просто со всеми общаться. Но я понимаю, что жесткость тоже это важно. Просто, ну, наверное, мягкости не хватает. Вот именно этого общения человеческого возможно. Ты знаешь, я подмечу такой еще интересный момент. Очень часто в компаниях, где достаточно энергичный руководитель, такой как ты, сотрудники ожидают, что руководитель сам будет тащить их за собой. То есть они не отдают энергию, они хотят энергию получить от руководителя. Возможно. Вот мне интересно, как у вас происходит. Может быть, да. Потому что иногда бывают такие моменты, все ждут меня просто, ну, моего решения. Просто все сидят, ждут, а никто сам не принимает решения, как лучше сделать. Вот. Ну, есть лидеры, на самом деле, в компании, кроме меня, вот, которым я доверяю. Вот. Бывает, что они берут эту роль на себя, все равно ждут меня просто, моего слова последнего. Вот. Поэтому, ну, есть такое, что... Ну, ощущение есть такое. Сейчас вот именно вот, если посмотреть туда, то, ну, такое есть. Я сейчас посмотрел, что, да, чувствую. А с этим что хочется сделать? Потому что бывает, что, ну, как бы я тащу, ну, как бы нормально, силушка богатырская, там, хлеща, да? Настало ли время как-то с этим работать сейчас? Я думаю, что настало, да. Настало время. Я думаю, что уже нужно как-то немножко делегировать свои полномочия кому-то, вот. Кто бы мог заменить меня в чем-то, вот, в каких-то моментах, вот, рабочих. А расскажи про это, да, вот есть ли такие люди? И что важно отдавать уже вот время чего? Такие люди есть. Тогда в чем твой вопрос, как бы, да, вот вроде бы все тут ясно, нужно делегировать, человек есть. Где вот точка? Мой вопрос в том, что как правильно и безболезненно делегировать обязанности, безболезненно для компании, вот. Правильно, то есть, можно отдать, сказать, все, делай, да, то есть, вот тебе обязанности написали, вот, ну, человек возьмет и сделать не так. Вот. Вот здесь самое главное, это моя боязнь в том, что вот человек не справится. Вроде уверенность есть, но все равно это, ну, ответственность, большая ответственность, и даже делегирование обязанностей, это ответственность. Поэтому вот... Вот это страшно отдать, да? Немножко, да, есть такой страх, вот. Ага. Страх, что не получится. В этой ситуации важно такие три слоя смотреть, я снова эту модель дам. Один слой — это я, вот как мне со своей психологией поработать, чтобы я мог спокойно там отдать. Второй слой — это мы, какие отношения в команде, как я продаю этого человека другим участникам команды, чтобы его слушали, а не только меня все ждали и понимали, что вот мы сейчас там, этот ладно, да, вот сейчас там придет босс, он скажет. Вот. И третий слой — это система, как сделать так, чтобы были прозрачные там процессы и точки контроля, чтобы ты не должен был постоянно его дергать, а ты прямо видел, были договоренности про то, как вы двигаетесь. Поэтому, если говорить про страхи, ты про это говоришь, да? А вот какой самый страшный страх? Чего боишься? Чего может завалить реально? Проект. Общение с клиентом. Вот такие моменты. А чего там? Ну, то есть, можешь подробнее? Неправильно какое-то принято решение в какой-то, ну, вот, нужный момент. Вот, может быть, неправильный ответ какой-то. Вот. И что тогда будет? Какие риски? Да, и в итоге это может привести к, получается, потере репутации компании. А это самое главное, мы строили 10 лет это все. Поэтому, да, я строил лично просто, и поэтому для меня это вот больше всего важно. Ну, то есть, нам важно эту репутацию поддержать через качество отношений с клиентами. Именно. А это, смотри, вот, когда смотришь на этого человека, вот ты его знаешь хорошо, этот риск, он оправдан? Правда, он может что-то недогнать? Или вот как ты, как ты видишь? Все-таки нужно в первую очередь сначала как-то с моим участием это делать. Я думаю, что под моим руководством, чтобы я видел, как это вообще все происходит, хотя бы в течение месяца-двух, должен быть какой-то испытательный срок, где я сижу рядом, и мы вместе это делаем. Вот, то есть, хотя бы он сидит и слушает, и говорит, как, ну, я наблюдаю за ним, как он это делает, поправляю его где-то. Где-то могу вовремя там перехватить этот момент на себя взять, да, то есть, вот, вот, скорее всего так. Я очень часто это вижу, что вот отрезать, как бы, раз и навсегда, и уходить, очень плохие результаты. Чаще всего, как бы, ты ушел там, даже, может быть, там и неплохо получается, но там 2000 он провел, у тебя сомнение как бы закралось, и ты уже начинаешь руль врывать на себя снова. Поэтому действительно, вот, там, лучший кейс, это когда, даже не 2-3 месяца, а бывает, что человек там до года, спокойно, вот прямо, да, то есть, задача, чтобы очень был плотный контакт, такой живой с этим человеком, и действительно можно вместе поездить, какие-то, да, вот эти зоны развития найти. И дальше, прямо регулярные спринты, когда ты с ним садишься, обсуждаешь, как дела, что происходит. То есть, ты понимаешь, что такой неформальный менторинг с человеком этим должен быть. Вот это как-то помогает постепенно, постепенно ситуацию проработать и расслабить. Очень ценный совет. Вот. А что еще важно? Такой еще немаловажный момент – это стратегия, планы, которые мы строим ежегодно, в конце года, перед началом года, в декабре месяце чаще всего это происходит. Компания «Один из битриксов» с 2018 года нас еще больше приучила после партнерской сессии в Москве в январе, но мы все равно переключаемся на декабрь месяц, потому что подводим итоги года, строим планы на следующий год, на пять лет вперед. Вот. Что мы делаем, куда мы идем, наша миссия повторяем постоянно. Вот. Вот эти планы мы ежегодно строим перед началом года, но в течение года наша рутина, постоянные процессы, в которых я участвую как руководитель постоянно, вот эти все проекты, они съедают нас, ну, то есть рутина нас съедает, и получается, вот эти все как-то планы, они теряются, что ли, вот. Мы к ним возвращаемся не так часто, как хотелось бы. Вот. И вот самый главный вопрос – это как правильно выстраивать стратегию и контролировать ее в течение года. Вот. Вот этот вопрос очень интересует. Вот. Спасибо за этот вопрос, потому что, мне кажется, прямо для всех очень ключевая, важная штука. Вот. Я прямо серийно вижу, я не знаю, как, вот что тут говорить. Вот. Ты провожу стратсессию, говорю, ребята, еще в переговорах. Одна стратсессия в год не работает. Выкинутое время, выкинутые деньги – демотивация коллектива. Потому что мы поговорили, потратили два дня, кучу денег положили, если делали, они сами выходим, и через 2-3 недели все как бы вернулось на круги своя. То есть это вообще не имеет смысла. Стратегия – это не цель, это диета, это постоянный процесс. И самое сложное в йоге – это что? Сесть на коврик, да? Вот самое сложное в боксе – это прийти в зал. Поэтому нужно создать для себя и для команды ситуацию неизбежности возвращения к этой стратегической перспективе. Вот у нас просто… Мы делаем прям календарь года, планируем заранее эти слоты, очень четко прорабатываем алгоритм стратегической ретроспективы, как мы разбираем прошлый квартальный спринт, как мы планируем следующий спринт. Можно опереться на книжку Джона Дойера по методику OKR, там эти вещи прописаны, расписаны. Можно посмотреть, вот есть там в интернете видео, там, по-моему, тоже у вас есть ссылки двухчасовые, как провести стратсессию, но самое важное – это не как провести вот это вот, да? Потому что, когда ты уже на коврик сел, ну, ты как-то соберешься и сделаешь. И там то еще принципиально, что часто эти встречи, когда мы ставим даже, да, их там регулярно, то мы собираемся, а все равно текучка, рутина, вопросы важные, больные клиенты, и мы обсуждаем не то, что там мы договорились обсуждать. Поэтому крайне важно, чтобы в этом процессе участвовало два человека. Первое – это первое лицо с железной волей, длинная воля, да, поставил в календарь, сказал, как ответил, все это будет. Второе – это администратор, то есть тот, кто будет собирать бэклог стратегический, тот, кто обработает результаты сессии, там, пропишет все эти выводы и будет, ну, мониторить всю эту историю. Вот если этой роли не выделено, а все на мне, я, конечно, забуду, потому что клиенты, другие какие-то поездки, важные там суды, какие-то еще истории, у меня это замылиться. Критерий выбора вот этого самого менеджера проекта «Стратегия» Админа. Да, админа. Он не даст рулить. То есть как бы он такой прям, да, вот режим неизбежности человека есть. Вот если у вас такая связка есть, ты плюс кто-то еще, дальше вы можете компанию в этой истории удерживать. Если нет, все это будут разговоры, пусто порожнее, и вы в это не войдете. Все ясно. Хорошо. То есть нужно каждый закрепленный момент контролировать, и каждый месяц к нему возвращаться получается. Ритмы бывают разные. То есть там, я знаю, что в компании немного людей, там вот, ну, 10 человек, да, в бизнесе, плюс внешние. Поэтому вот для таких компаний месяц, полтора, два хороший, хороший вот такой темп регулярной сверки. Компания чуть больше, да, может быть, у вас там до 100 человек, уже можно раз в квартал проводить. Хотя вот сейчас мы видим, что все, что было редко и долго, становится коротко и часто, да. В этом смысле, вот я вижу даже компании, которые приходят на двухнедельные спринты, просто собираются, а там 3-4 часа такая есть техника очень интересная. Может, вы посмотрите, компания Tegra, у них есть техника 4 плюс 1. Они работают 4 дня в неделю, пятый день, это день интеграции. Они встречаются прямо на несколько часов. Это день, когда проходят все совещания, все знают, что можно, да, вот мы работаем, 4 дня на пятый, у нас такие разговоры. Это день, когда у них как бы ротируются разные темы. Допустим, одна пятница, все про продажи. Разбираем такой дипдайв в продаже. Вторая пятница, все там про производство. Третья пятница, все маркетинг. Вот такие ключевые темы, и ты по месяцу как бы идешь таким шагом, у тебя дипдайвы, ключевые функции бизнеса, и ты можешь вместе это глубоко разобрать, выйдя вот из рутины этой ситуации. Прямо весь день получается. Да, у них такой есть свой Tegra House. Причем там прикольный кейс, когда они это выводили, то продавцы встали просто на дипы, что типа, как это мы будем на один день меньше работать с клиентами. В итоге по году рост выручки 36%. Причем как бы у них такого, нет, это рост чистой прибыли. Здорово. То есть у них как бы не было такого долгих, много лет, очень мощный скачок такой. Вот поэтому посмотрите, а если интересно технику Open Space, это как проводить такие проектные совещания, где сотрудники могут давать свои инициативы и мониторить их развитие в долгой перспективе. Там прямо есть, я многим компаниям таким сходным по масштабу это показывала, эту историю, и многие внедряют и делают сами, тут не нужен никакой консультант, это то, что можно просто вот на постоянку запустить. И получается как бы, что мы, у нас такая пятница, мы так выдыхаем, мы встречаемся, часто делают неполный день, вот допустим компания Contact из там Красноярска, у них там 3-4 часа это делается, вот такая вторая половина в пятницу, когда уже мы на расслабоне, уже можно поговорить и больше про такое вот статистическое. Вот очень мне кажется такая интересная история важная. Попробуем применить. А я хочу тему энергии закрепить. Не секрет, что энергию очень часто отнимает работа со сложными людьми, и я услышал, Дим, что ты говорил, что бывает ситуация, когда вы работаете со сложными, вот хочу понять, это сложные клиенты или это сложные люди внутри команды? Люди бывают разные, а бывает и внутри команды человек, ну, с трудным характером, чаще всего это какой-то вот один из специалистов, там, ведущих, вот, ну, постоянно чем-то недоволен. То есть, ну, у него есть ценная экспертиза, но сложный характер, неправильно поставили задачу, неправильно, не знаю, там, разъяснили какой-то момент, вот, почему бы вы мне скидываете комментарий клиента, вот, и начинается спор, ну, почему бы не разобрать, посмотреть, ну, это же комментарий клиента, он, кажется, самый правильный, просто, ну, вот, пожалуйста, клиент хочет, вот, надо разобраться в этом. Нет, клиент бывает, просто доносит такую информацию, которая, ну, это невозможно сделать, ну, не всегда все правильно, то, что клиент хочет, вот, мы это понимаем, клиент это не понимает, мы начинаем общаться, клиент стоит на своем, ну, забирает нашу энергию, просто мы сидим, вот, спорим о том, что мы-то, мы знаем, мы профессионалы, мы этим, мы уже, мы уже это прошли, а он не понимает, просто, ну, хочет вот так и все, ну, так неправильно, так не будет работать в следующих, каких-то связках с другими, в дальнейшей работе, просто, ну, не пойдет дальше, объясняем просто, вот, такие моменты бывают, то есть, характер у людей разный совершенно, вот, поэтому, что посоветуешь, когда руководитель компании сталкивается со сложными кейсами и внутри, и извне? Есть две очень хороших техники, конкретных, мне кажется, будет, ну, прямо полезно многим, одна история про то, что, как вообще себя вести, с клиентом или сотрудником, который вот сложный, который лезет в бутылку, и ты понимаешь, что уже, ну, хочется убить и съесть, оказывается, что, мы думаем, что все противоречие на уровне логики происходит, ну, вот, какой-то процесс, он по-другому, он думает, там, одним способом, мы другим, мы так думаем, да, на самом деле, включаются альфа-самцовые, значит, истории, то есть, возникает эмоция, раздражение, я, ну, ее в себе, там, может быть, не отлавливаю, и начинаю, мне кажется, что я аргументирую по сути, но по факту, я уже аргументирую по сути, блин, ты не понимаешь, на самом деле, и человек реагирует не на мои слова, а он уже в режиме войны реагирует на мое состояние, на эмоцию, на эмоцию, и вот эти вот все кейсы, где удается системно снять такие вещи, это кейсы, когда человек научается в поле конфликтном быть максимально расслабленным и не входить в эту зону конфликта эмоционального, есть техники понижения эмоционального напряжения в разговоре, когда ты с собой просто человека, вот, ну, расслабляешь. Лучшая книжка про это, это Гарвардский проект, это переговоры с террористами, Ирвин Фишер и Юрий, она называется «Переговоры без поражения», там прямо описано, как перейти вот в это, в другое поле дискуссии, а очень мощная есть, ну, техника такая, личной проработки себя, она называется «Мой учитель», как сделать человека, который с тобой конфликтует, перейти в зону, что «Ух ты, как интересно, ничего себе меня прямо цепляет, чему ты меня сейчас учишь?» Здесь такой прямо кейс, когда у меня руководитель компании говорит, что «Я смотрю на человека, дебил, ну, просто идиот». У меня грузчики в компании, я говорю, я ему объясняю пять раз, вот сюда не клади, вот сюда клади, что тебе вот уже нарисовать, блин, стрелку вот такую красную? Потом говорит, я ему вот это у меня, все, я ему пытаюсь, сейчас я сможет все скажу, потом я, говорит, я это надавлю и думаю, «Подождите, а кто здесь дебил?» Я человеку не могу с пятого раза объяснить простую вещь. Я даже не понимаю, почему он этого не делает. И говорит, я вот эту мысль мелькает, я к нему разворачиваюсь и понимаю, ты не грузчик, к которому я сейчас буду это доносить, ты мой учитель. Как у тебя это устроено в голове, о чем ты думаешь, что тебе важно, почему ты, блин, не кладешь сюда? У меня эмоция из раздражения меняется на благодарность и интерес. Я начинаю исследовать. Люди мгновенно это чувствуют, появляется уважение и меняется контакт. Это одна история, как научиться это все прокачать. Как правило, требуется такая личная работа, лучше всего, это когда с психологом, с коучем, можно прямо взять эту тему и для себя вот ее эмоционально прожить, научиться отработать, ошибиться 10 раз, наступить на те же грабли, увидишь, что ты наступил. Это не про таблетку, это поскорее про путь. Вторая штука, очень крутая, это как превращать конфликты в двигатель развития компании. Прямо вот реально, лучшие там руководители, они так делают, они вытаскивают из конфликтов три вещи. Первое, эмоциональный заряд, позитивный. Второе, они вытаскивают сближение отношений, а не расхождение. Третье, они улучшают систему работы компании об каждый конфликт. Есть техника официант, она очень простая восприятие, вот, ну, элементарная, нужно просто отренировать ее. Вот у тебя, допустим, есть конфликт между руководителями или с подчиненными в компании. Ты их приглашаешь и говоришь, я сейчас буду официантом, ну, можно так не называть, если ты напугаешь их этим, да, просто говоришь, вот, коллеги, хорошо, садитесь, двое, ты рассказывай, а не почему он козел, не почему он не понимает идиота и почему он виноват, а вот в этой ситуации как бы ты хотел в идеале, чтобы все решилось. И дальше я официант, я слушаю и принимаю заказ. Это важно, я записываю прям, я лист наполам делю, и вот слева все про твой заказ. Выписываю по пунктам. Раз, два, три, четыре, пять. Этот пытается наброситься, да нет, он не прав. Сидеть пока, пока стоп, можно жестко, вот сейчас я полностью с ним работаю. И говорим только со мной, вот не между собой, только со мной. Что происходит, когда я записываю меню, во-первых, человек начинает думать, а что он хочет, а не почему этот идет, да, там у всех есть конкретные пять пунктов, и у него понижается эмоциональное напряжение, он чувствует, что он пытался этому проговорить, что он хочет, тот ему в ответ, он никогда, ни разу до конца так и не договорил, да, а тут его слушают, еще и записывают внимательно. А когда записывают, слышит, слушает этого, он впервые понимает, чего на самом деле хочет этот до конца, да, говорю, спасибо, а теперь ты. И точно так же принимаю заказ вот у тебя. Причем как официант, я его еще возвращаю, говорю, правильно я тебя понял, что ты хочешь раз, два, три, четыре, пять, первое, второе, третье компот. Ты говоришь, да, и вот важно, чтобы человек говорил, да, и было видно, что ничего там не осталось, да, вот того, что в заказе не было. Дальше я через, через черту записываю то, чего хочешь ты, у меня возникает протокол, чего они хотят. Как правило, процентов 80-90 сходится очень противоречиво, что он комплект эмоциональный, да, и ты начинаешь проработку дальше из того, что сходится. То есть, коллеги, смотрите, правильно я понимаю, что вот по этому пункту сошлись, по этому сошлись, остается один-два, где может быть пока не сошлись. Ты там говоришь, окей, а тогда предложите решение, вот еще раз, дай тебя послушать, как ты видишь, вот по этим двум пунктам, как бы, как бы можно было сшиться. То есть, ты снова видишь, я постоянно делаю так, что не я договариваю вас, я только записываю, но ваш мозг кипит, то есть, вы создаете договоренность. Да, мы прорабатываем еще раз эти вот пункты, там, последние, которые не сходились. Если они сами не могут решить, ну, просто, как бы, да, что мы выбираем, не их компетенция, не их квалификация, я могу от себя тоже внесекать, коллеги, вот тут я думаю, что мы вот так сделаем, у меня есть, я могу включиться, как руководитель в эту ситуацию тоже. Но что важно, возникает протокол, и говори правильно, что вот все согласны, что вот так дальше действуем? Согласны. Я вообще кладу это в папку на стол, отфоткайте, там, в битриксе пропишите, что вот у нас вот на этом стыке ответственности, мы вот так будем поступать дальше. И ты об каждый конфликт начинаешь систему прокачивать. У тебя по кейсам, там, где искрит, появляются ясные договоренности. Если ты как в практику это делаешь, люди перестают приходить, потому что они понимают, что я пойду вот туда, я сам договорюсь. Поэтому вот если как бы это системно отработать, это очень мощно коллектив прокачивает. Интересно. По-моему, очень энергичная дискуссия у нас сегодня получается, и самое время перейти к острым вопросам. Каждый раз в программе «Битрикс24 спрашивает» мы задаем вопрос уже к гостю. И это некая гипотетическая ситуация, хотя, мне кажется, Дим, она будет очень простой и понятной для тебя. Ты руководишь региональной студией, и вот представь ситуацию, что за твоими сотрудниками начала охоту крупная столичная студия. А для людей, которые живут в региональном городе, напомню, Дмитрий приехал из Череповца, это, конечно, прекрасная возможность переехать, например, в Москву или в Санкт-Петербург. Что ты будешь делать? Твои действия. В данной ситуации, да? Я уже знаю, да, об этом получается? Да, ты узнал о том, что твоих сотрудников начинают хантить. Причем начинают хантить не просто конкуренты, где ты можешь на равных быть, а вот такие крупные ребята, которые манят перспективой переезда в столицу, например. Понятно. Удержать здесь боты сложно, я знаю это, но здесь нужно составлять с каждым отдельный разговор. Я считаю, что понимать, что их притягивает туда, например, да, попробовать создать такие же условия у себя, вот, возможно, как-то остановить их, вот, ну, я постараюсь это сделать, вот. А почему ты чувствуешь, что для тебя важно? Во-первых, я говорил уже, да, что они растут на наших глазах, они, соответственно, на сложных проектах они учатся, соответственно, вот, это все через нас проходит, мы их обучаем, получается, вот, вкладываем в них свои силы, время, энергию, вот, они должны это тоже понимать, вот, постараться, наверное, создать им условия, похожие на те, что им предлагают, я думаю, так, вот, скорее всего. Спасибо за ответ, и мы всегда просим эксперта прокомментировать, и, возможно, Филипп даст какие-то рекомендации, как, раз для тебя важно удержать этих людей, как это сделать, как их удержать? Я думаю, что кейс сложный, ну, потому что могут предлагать зарплату, x2, условия лучше, задача интереснее, может быть даже x3, да, может быть даже x3, поэтому, ну, то есть, бывают ситуации патовые, ты не можешь ничего сделать, но чтобы в долгую мочь с этим как-то работать, я предлагаю создать стопку мотивации сотрудников, что это такое, вот, компания, это продукт для сотрудников, то есть, сотрудники потребляют компанию, и очень важно понимать, чего хочет твой клиент x сотрудник, вот, прямо я рекомендую сделать такой, ну, себе там файл, или майндмэп, может быть, или просто заметочку в телефоне, написано стопка мотивации людей, и в нее собирать два пункта, чего людей мотивирует работать в компании, и чего демотивирует, и выясняется, интересно, у каждой компании своя формула мотивации, например, там, да, вот есть такая компания в Калининграде, кстати, Ultimate Guitar, да, известная, которая хантит людей, там, у Эпла, Гугла, Яндекса, переманивает, хотя они не очень большие, как она это делает? Манит, у нас особая культура, у нас мировой продукт, 205 миллионов клиентов, мы делаем приложение на гитаре, и мы берем, у нас задачка брать из компании людей, которые работают на стыке, вот ты хороший продукт и хороший программист, тебе просто программист неинтересно, или ты хороший маркетолог и программист, вот на этом стыке, то есть двуногие футболисты, и мы чем мотивируем, говорит Миша из Ultimate Guitar, то, что ты в Гугле, ты будешь работать, как бы, да, и там будешь винтиком в большой системе, а у нас ты делаешь то, что сразу же видят миллионы клиентов, да, вот у них такой рычаг, такие люди, вот в чем наша ниша, кто наши люди и что их мотивирует, что демотивирует, поэтому, если бы сотрудников хантили, у меня, я бы стал, я бы максимально внимательно стал бы разбираться действительно, а что их мотивирует идти туда, и думал, может быть, никак мы можем конкурировать, а на чем мне сфокусировать свое нишевое предложение продукта компании для сотрудников. Друзья, цель программы BITREX24 спрашивает, конечно же, не только в том, чтобы просто поговорить, цель в том, чтобы российские предприниматели получали практическую пользу. Дим, в финале нашей передачи хочу спросить, какую практическую пользу ты можешь увести после этой беседы с Филиппом? На самом деле, все то, что сегодня я узнал, для меня новое, вот, и поэтому все это пригодится в долгосрочной перспективе развития нашей компании. Советы бесценны. Благодарю за возможность пообщаться с Филиппом лично, вот, я слежу за, вообще, за деятельностью Филиппа, вот, все, что на самом деле он доносит до пользователей, да, да, соответственно, предпринимателей, это все очень полезно, именно вот, поток, работа в коллективе, энергия коллектива, это вот, очень близко нам, поэтому, да, я очень доволен сегодняшней встречей. Большое спасибо Диме за то, что приехал в нашу программу, и мы ждем вас в передаче «Битрикс24. Спрашивает» в следующий вторник. «Битрикс24. Продолжение следует...